Здравствуйте! В эфире новый выпуск детских новостей Акел Бупсер. Если прочитать это слово наоборот, вы узнаете его секрет. В студии Влад Иванов и Ульяна Расколова. Сегодняшний выпуск мы решили посвятить супергероям. Итак, узнаем сколько их в городе Чебоксары. Наш суперфарад супергероев объявляется открытым. Узнаем, что такое кота-кафе. Будем гонять на машинах и изучать историю. А теперь, как говорил Супермен, ввысь, ввысь и вперед! А теперь суперновость. В национальном телевидении Чувашии стартует суперпроект Агенты 5.5.0. Настоящие супергерои встанут на защиту нашего города, спасут его от мусора, починят детские площадки и замажут неприличные надписи. И это будут вовсе не Халки, Спайдермены или Эластики. Агенты 5.5.0 – это дети, которые любят город Чебоксары и хотят сделать его лучше. Мы тоже немножко суперагенты, потому что хотим найти новых хозяев для брошенных кошечек. Для этого мы следующий сюжет подготовили. Вот так торопятся на встречу с гостями хозяева самого необычного кафе в городе – Кота-кафе. В нашем кафе живут 12 кошек. Они будут рады с вами пообщаться, поласкаться и поиграться. У нас нельзя кошкам учить, брать в руки спящую кошку, обутить кошку и брать их на руки против их воли. О питомцах здесь очень хорошо заботятся, поэтому сначала вам обработают руки антисептиком. Хотя это заведение и называется кафе, заказать салат или супчик здесь нельзя. Скорее, это даже кафе для самих кошек. Угощение их вкусняшками – целое шоу. Это вам вакуумсы для кошек. Можете кошек покормить. Первое в мире кошачье кафе было открыто на Тайване в 1998 году. Оно стало популярным местом и привлекло множество туристов. Особенно из Японии. Сейчас только в Токио их несколько десятков. А в России же первое кота-кафе появилось 8 лет назад, в Санкт-Петербурге. Рината, как пришла идея открыть такое необычное кафе? Я увидел это в интернете и тоже сгорелась эта идея. По-моему, кота-кафе из Уфы. Наверняка у вас здесь есть любимица. Расскажите про нее. Да, у меня есть любимица. Это бусинка. Она всегда сидит у меня на ресепшене. Ее нашли на улице. Ну, она такая с характером. То дает у себя дорогу, то нет. Как и у людей, настроение у кошек может быть разным. Бывает, они дерутся. Пару раз Ринат находил с утра разбитые цветочные горшки после ночных разборок. Но когда в кафе приходят люди, все сразу становятся милыми и пушистыми. Сюда специально отбирают кошек любителей пообщаться. Все кошки попадают сюда через общественную организацию помощи бездомных животных, мусатые-полосатые. А непосредственно к нам они попадают, знаете, разными способами. Кого-то находят на улице, кого-то приносят в клинику нерадивые хозяева, когда они становятся им не нужны. Вот, например, Кутузов. Это у нас вообще самый популярный кот в Чебоксарах. Его, наверное, знают все подписчики нашей группы. Кот был найден одной из служительниц монастыря в Чебоксарах. Его сбила машина. Как следствие, у него был перелом бедра, как бы здесь у нас шрам остался. И вот глазик пришлось удалить. Кот очень ласковый, он вообще очень контактный. То есть мы, конечно, ищем ему дом, пока он у нас проживает здесь. Я думаю, что не бедствует, потому что если учесть, что у нас кот здесь один, остальные все кошки, живется ему вообще шикарно, распрекрасно. Люди всегда, в первую очередь, кто приходит, все приходят и спрашивают, где у вас Кутузов. То есть это у нас такая местная знаменитость. И Мария знаменитость. Ее знают все защитники животных. Она занимается пристроем кошек все свободное время. Даже дома у нее их девять. Отсюда уже в новый дом забрали около десяти кошек взрослых. А также регулярно, раз в две недели, иногда раз в неделю, как бы эта информация у нас всегда озвучивается, здесь проводятся выставки пристрой котят, подопечных нашей общественной организации, волонтеров, которых также нашли на улице. Все котята обработаны, как бы помыты, привиты. Можно также забрать отсюда котеночка. Именно в те дни, которые у нас выделяется, так сказать, время для этого. Ну, обычно где-то пару-тройку часов. Когда вот мы здесь, можно прийти, посмотреть, выбрать котеночка. Только помните, кошка не игрушка. Готовы ли вы заботиться о ней много-много лет? Коты крутые, потому что с ними интересно и весело. А еще они отличные психотерапевты, потому что поддержат и успокоят, когда тебе грустно. Есть особый термин – фелинотерапия. Фелинотерапия, то есть лечение болезней с помощью кошек. Куча исследований доказывает, людям полезно слушать мурлыканье кошек, гладить их. И теперь вы знаете, где это можно сделать. Желательно вместе с родителями. Мария Нефедова, Яков Шалыгин, Борис Андреев, Акелбупсер. Я уверена, что все люди немножечко супергерои. Ведь с каждым из нас спрятан какой-нибудь талант. Кто-то умеет шевелить ушами, кто-то жонглировать. А вот я, например, умею складывать язык в трубочку. А вот я умею делать несколько дел одновременно. Быстро бегать, разговаривать и слушать музыку. Не пора ли мне на соревновании супергероев? Точнее, на забег. Каких только забегов не придумали люди. Существуют забеги на шпильках, в ластах, с жженами на плечах. И даже голые забеги. Лишь бы было весело и полезно для здоровья. В Тебоксарах впервые прошел забег супергероев. И получился мегапраздник. Я человек-паук, паутина из рук. Они прыгают выше всех, бегают быстрее и готовы в любую минуту спасти мир. А все потому, что каждое утро делают супергеройскую зарядку и обладают суперсилой. Наша семья сегодня леди-баг, бэтмен и суперзвезда. Я могу высоко прыгать, бегать и никогда не устаю. Я, как любая мама, могу стирать в это же время, разговаривать по телефону и умыть полы. Я однажды спас котенка, он залез на дерево и я его спас. Суперкот, как ты готовился к забегу? К забегу я готовился очень хорошо. Я с утра, когда вставал, я делал тысячу отжиманий и пять тысяч раз приседал, а потом еще и делал такую длинную пробежку целых 10 километров. В Чебоксарах таких красавцев почти 200. Кто-то телепортировался в Амазонию из мультиков, кто-то из фильмов Марвел. На праздники были и чебоксарские герои, агенты 5-5-0. Мы агенты 5-5-0. Мы работаем, когда другие отдыхают. От нас не спрятаться, ведь мы повсюду. Мы спасаем горы Чебоксары от мусора. Мы закрашиваем неприличные надписи на стенах. Мы и только мы объясняем юным чебоксарцам, почему нельзя гулять по велосипедным дорогам. Я супергероиня Россия! Моя любимая фраза! Вышли быстрее, сильнее! Самый популярный образ – это, конечно, Человек-паук. И когда их вокруг так много, то и паутина получается огромная. А в честь праздника еще и золотистая. Мы думали, что мы можем такого сделать интересного для города в год 550-летия. И подумали, что Чебоксары достоин своих классных горожан, потому что они самые суперские. И вот так родилась мысль о том, что Чебоксары – город супергероев, забег супергероев, как-то все справилось. Главная суперспособность – это желание. Потому что если вы хотите что-то сделать, то обязательно сделаете. А если не хотите, то найдете миллион коворок, почему это не хочется, не надо и так далее. Итак, все заряжены на гонку. Вбежать в 550-летие Чебоксар – классная идея. Дистанция – почти километр. Этот забег дружеский. Можно не торопиться и наслаждаться видами парка. И даже снимать видео на гоупрошку. И вот тут в праздник вмешались небеса. Во время забега палил такой дождь, что к финишу пришли только реальные герои. Мокрые до нитки мы прошли настоящую проверку на прочность. А кое-кто прятался под крышей сцены. Не каждому дано быть супергероем. Даша Куракова, Даша Шоклева, Валерий Рязюков, Акелл Бупсер. Итак, чтобы стать супергероем, нужно сделать геройский поступок. Приведем пример. 13-летний мальчик Уильям из Америки купил своей маме автомобиль. Мальчик-стрикгазоны убирался в домах знакомых. Однажды он увидел объявление своей соседки, которая очень дешево продавала свой старенький «Шевроле». Но заработанных денег ему все равно не хватало. И он решился продать свой «Иксбокс». Маула растрогана до слез. Ведь не легко растить троих детей без машины. Но как приятно знать, что один из них настоящий герой. Ну а герой нашего следующего сюжета – Влад Прокопьев. Он единственный мальчик из «Шевроле». Который давно и серьезно занимается автокроссом. Автосервис в Ново-Южном районе «Шевроле». Сейчас здесь готовит к новой гонке свою машину 11-классник Влад. И как я успел заметить, эта «Лада» сильно отличается от машины моей мамы. В нем стоит каркас безопасности. Вот можем увидеть крестовину. Также вместо стекол тут стоят сетки, чтобы при каких-то погодных условиях, сильных, жестких, можно было что-то увидеть. И дальше вести борьбу. Багажник у нас закрывается на спортивных петлях, чтобы при ударе он не открылся. Это стоит обычный стандартный движок ВАЗовский. В нем где-то примерно 120-125 лошадиных сил. Максимальную мощность на трассах на этом двигателе мы развиваем где-то 130 км в час. Вместо фар у нас стоят заглушки, потому что фары покупать очень дорого. Они очень часто разбиваются. Прикрепляются они вот таким вот методом на саморезы. Откуда у тебя вообще машина? Этот автомобиль мне подарил отец на 15-летие. Сказал, хочешь ездить? Я сказал, да. Вот так она и появилась. А тебе же сейчас 17 лет. Как ты можешь управлять машиной, ведь права только 18? У гонщиков есть специальная лицензия, которая дает им право ездить только на спортивных трассах. И это еще что? В гонках участвует и братик Влада, Рома. Только у него машина попроще. Баги называется. Мальчишкам повезло с папой. Он у них тренер по автоспорту. Считает, для того, чтобы побеждать, главное – желание. Я никого никогда не доставлял, ни младшего, ни старшего. Я их привел, показал, предложил, будешь – буду. Так у нас началось, у Влада на тело он начал выступать, а младший на карте. Ну, он тоже попробовал вначале проехаться, и его потом оттуда уже не внук было. Он себе на карте уже начал копиться. Итак, готовимся к старту. Вся эта экипировка выдерживает температуру до 900 градусов, то есть она огнеупорная. Также у меня есть защита шеи «Ханс», которая при резких ударах, переворотах и еще тому подобное не дает шее согнуться по 90 градусов. Она блокирует вот этими ремешками. Влад часто ездит на соревнования по автокроссу в Йошкар-Алу, Казань. Гоняюсь в Чуваши. Трасса в этом спорте кольцевая. Дорога грунтовая, а старт общий. Как хочешь, так вырывайся вперед. Ямы, трамплины, спуски и подъемы только добавляют зрелищности. И от ошибок никто не застрахован. Это было закрытие сезона 2018. У нас в Чуваксарах, на трассе в Черкосах. На одном из поворотов я очень сильно разогнался. Меня позади идущая машина подтолкнула. И так получилось, что я не справился с управлением. У меня получилось 2,5-3 оборота вокруг своей оси. На этой трассе мне уже становилось немного страшновато ездить, особенно в том повороте, где я перевернулся. А в целом нормально. Влад – командир кадетского класса в 53-й школе. Он занимается баскетболом и собирается поступать в МГУ. А на вопрос, что думают о его главном увлечении девчонки, с улыбкой отвечает. Просит пока. Валерий Тедрачук, Бахтиар Вилеев, Акелл Бупсер. Внимание, внимание! Объявление для щебоксарцев и гостей столицы. У вас осталась всего лишь одна возможность стать участником пешеходной экскурсии по туристическому маршруту «Сердце города». 17 августа в 12 часов экскурсовод будет ждать вас у Светового моста. Вы посетите самую старую улицу города, где когда-то проходил Емельян Пугачев, а потом Пушкин, чтобы изучить подробности крестьянского восстания. Пусть и старинные храмы, дома, аптеку, тюрьму. Постарайтесь запомнить интересные факты, чтобы потом удивлять взрослых. Кстати, экскурсия бесплатная! Ну а мы не будем ждать субботы, поэтому отправимся в прошлое прямо сейчас. Наша страна за свою историю имела разные названия. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. В музее сделано в СССР собраны вещи прошлого века, которыми пользовались наши бабушки и дедушки. Все товары, необходимые для жизни, производили у нас в Советском Союзе. А многие вещи для жизни производили у нас в Чебоксарах. Вот, например, у нас есть корзиночка. Видите, символ города Чебоксара есть. В этой корзине обычно носили продукты питания. Вот, например, эта бутылка. Здесь хранили кефир, ряженку там, простоквашу. У нас в деревне точно такая же есть. И я в такой корзинке ношу котят. О взрослых в этом музее только и слышишь. Ой, у меня такой был. Или помню-помню. Уверена, они могли бы тут работать экскурсоводами. Ведь нам интересно знать буквально все. Это у нас часы-ходики. Часы каким образом работают? Там заводки нету. Вы, наверное, многие обращали внимание. Нужно заводить. А это заводится с помощью. Видите, цепь тянет вниз. Грузик поднимается. И, как вы знаете, у нас закон всемирного тяготения есть. Груз тянет, под своим весом тянет цепь вниз. И когда вот этот грузик дойдет до пола, он может остановиться. Поэтому нужно следить, чтобы вот этот грузик до пола не дошел. Все время нужно тянуть. Это обычно делали дети. Ну, вроде вас. Потому что это было интересно для детей. А когда уже становились взрослыми, это уже необходимостью становилась. Среди особо ценных экспонатов музея чайник 1957 года, который блестит, как новый, и патефон, работающий. Звукосниматель у него с иголки идет. Звук сюда передается через трубочку. Потом внутри здесь труба есть. И отсюда на выходе вот тоже большое отверстие. Из него льется музыка. Вообще здесь много чего работает. Техника, игрушки, инструменты. Каждый день проходит проверку на прочность. А еще здесь можно превратиться в советского школьника. Ребята, у вас закончился! Ура! Большое количество вещей, которыми пользовались люди в Советском Союзе, сейчас заменяет один наш телефон. Ведь днем все сразу. И камера, и радио, и фотоаппарат, и проигрыватель, и фонарик. Мальчишки, как вы думаете, каково было людям жить в Советском Союзе? Да, по-моему, так же. Учились так же они. И только игрушки были попроще. И гуляли точно так же, в принципе. Ну, я считаю, что все-таки нам жить лучше, потому что... Ну, раньше не было интернета, раньше были маленькие телевизоры, на которых было мало каналов. Раньше люди вообще через лупу смотрели телевизоры, потому что настолько был маленький экран. Вот, поэтому я считаю, что нам жить лучше. Меня удивил телеведущий Хрюша тем, что он еще работал тогда, когда моя бабушка была маленькая. Да ведь, Хрюша? Конечно. В общем, каждый найдет здесь что-то интересное, а может быть даже родное. Этот сундук для приданого невесты. Сотрудники музея нашли его на улице, отреставрировали, и теперь он служит экспонатом. Оказывается, чтобы забрать сундук, жениху нужно было заплатить колым. А младшие братья и сестры невесты не отдавали его просто так. Большая часть экспонатов приехала в Чебоксары из музея деревни Верхней Кумашки, Шумерлинского района. Ну и, конечно, изо дня в день экспонатов становится больше, благодаря жителям столицы. Я для вашего музея принесла фен. Ого. А Элита-2. Такой модели у нас еще не было. Это бритва. Электробритва. По-моему, это Харьков, да? Вот этой бритвы, такой бритвы, я брился сам в молодости. С удовольствием мы эти вещи принимаем. Мы их записываем в специальный журнал учет. Журнал учета. И это дает вам право приводить сюда братьев, сестер, бабушку. Ну и память. Вручаем вам герб деревни Верхней Кумашки. Герб деревни Верхней Кумашки, потому что музей деревни. И вручаем настоящие значки советского периода. Звездочка октябренка. И пионерский значок пионера. Носите, гордитесь, храните. Соня Андреева и Андрей Шоклев. Агилбупсер. А хотите увидеть, какими были троллейбусы в Советском Союзе? Тогда обязательно приходите 24 августа на парад городской техники. Его как раз возглавит отреставрированный троллейбус. Тот самый, что 55 лет назад первым вышел на маршрут. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Делитесь с нами новостями. Мы всегда рады посетить классные мероприятия и поговорить о хороших людях. До встречи на национальном телевидении Чуваши. До свидания!